Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. А теперь вся слава достается на дело золотых дел мастеров и ткачей. Ты же остаешься без венца и нередко видишь себя обремененным проклятиями. Но не обвешивай ты этими вещами своего тела, а издержив все это на пропитание нищих, и тебе со всех сторон будут рукоплескать. Это всюду великая похвала. Тогда ты будешь иметь эти сокровища, когда будешь их раздавать другим. А покуда ты владеешь ими один, ты их не имеешь. Дом – ненадежное хранилище. Верное хранилище – это руки нищих. И зачем ты украшаешь тело между тем, как душа остается у тебя в небрежении и покрыта нечистотой? Зачем ты не столько же заботишься о душе, сколько о теле? Ведь о ней следовало бы даже больше заботиться. Но, по крайней мере, возлюбленные. Будем иметь о ней, хотя такое же попечение, как о теле. Скажи мне, если бы кто спросил у тебя, чего бы ты лучше желал? Тело ли иметь чистое, здоровое и прекрасное, а одеяние носить бедное или иметь тело уродливое и больное, но ходить в золоте и щеголять убранством? Не гораздо ли, скорее, ты захотел бы иметь благообразие в самой природе своего тела, чем в пышностях одежды? Уже ли же ты в отношении к телу пожелаешь этого, а по отношению к душе – противного? Имея душу отвратительную, безобразную, черную, уже ли ты думаешь, что-нибудь выиграть через золотые украшения? Не крайнее ли то это безумие? Обрати лучше это украшение внутрь себя. И этими ожерельями убери свою душу. Когда они лежат на теле, они не служат ни его здравию, ни красоте. Ведь они не сделают ни черного белым, ни безобразного красивым и благородным. Но если ты украшаешь ими душу, то скоро сделаешь ее из черной белую, из отвратительной и безобразной, прекрасной и благовидной. И это не мое слово, но самого Господа, который говорит так. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю» – Исайя 1 глава, 18 стих. И еще говорит «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто». Лука 11 глава, 41 стих. «И жена не себя только, а и мужа своего сделает прекрасным, если будет поступать таким образом. Ибо когда мужья увидят, что жены оставили эти украшения, тогда они уже не будут иметь надобности в больших издержках. А не имея этой надобности, они вовсе отстанут от любостяжания и будут более склонны и к милостыне. Да и вы, жены, тогда в состоянии будете смело советовать им делать то, что следует. А теперь вы совершенно лишены этой власти. В самом деле, какими устами вы будете говорить им об этом? Какими глазами будете смотреть требы от мужей, чтобы они подавали милостыню, когда большую часть денег вы издерживаете на украшение вашего тела? Тогда ты в состоянии будешь смело говорить мужу о милостыне, когда оставишь золотые украшения. И если бы даже ты нисколько в том не успела, по крайней мере, ты исполнишь со стороны своей все. А впрочем, невозможно, чтобы ты не убедила и своего мужа, когда будешь говорить ему самими делами своими. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? 1 Коринфянам 7 глава 16 стих. 2 Коринфянам 8 глава 16 стих.